Если вы хотите показать свою сексуальность на более высоком уровне, пожалуйста, рубашка, расстегнутая на несколько верхних пуговиц. Привет-привет! Меня зовут Анна Кафырина и вы на моем канале YouTube. Здесь я рассказываю про моду, про стиль, как найти свой стиль и как выбрать правильно базовый гардероб. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как выбрать белую рубашку. Казалось бы, странный вопрос. Белая рубашка вроде бы есть у всех. И часто, разбирая гардеробы в своих клиентах, я сталкиваюсь с непониманием. И девочки говорят, о, у меня есть где-то белая рубашка, она валяется где-то далеко в моем гардеробе, и я ее практически не ношу. На что я им говорю, что я знаю, почему вы ее не носите. Ваша белая рубашка 100% не современная, не стильная, и поэтому вы в ней кажетесь себе совершенно устаревшей, немодной, некрасивой. И все в таком духе. Приведу пример. Какой фасон из этих двух рубашек вам кажется современным? Уверена, что мы с вами выбрали правильный отец. Да? Сегодняшний выпуск посвящаю белой рубашке о том, как она выглядит, как ее выбрать и на что стоит обратить внимание в магазинах. Давайте начнем, и я сразу вам расскажу о том, как выбрать белую рубашку для себя, чтобы она выглядела современно и стильно. Итак, белые рубашки бывают двух типов, приталенные и неприталенные. Если вам видно, на мне как раз первый тип. Нет, не видно, но где-то здесь. Я покажу фотографию. На мне как раз рубашка неприталенная. Вы тоже это слышали? Похоже, соседи беснуются и бьют по батареям. Белые рубашки бывают двух видов, приталенные и неприталенные. На мне как раз неприталенная рубашка. Так вот, если вы хотите купить себе современную рубашку, выбирайте неприталенный вариант. Неприталенные рубашки не имеют выточек спереди и сзади. Они не облегают фигуру. И у вас всегда есть расстояние между телом и самой рубашкой. Приталенные рубашки наоборот. У них есть выточки спереди и сзади. Они сильно облегают фигуру. Создается ощущение, что вы танцор балета. И у вас все так вот в облипочку. Я такие рубашки не советую. Они безнадежно устарели. И поэтому избавьтесь от них в своем гардеробе. Отдайте нуждающимся всем тем, кто не так серьезно относится к своему гардеробу, как вы. Единственный вариант, когда можно брать приталенную рубашку. И то, я обращу внимание ваше, что приталенную совсем немножко. Буквально там спереди и сзади небольшие выточки. Это только если вы очень худенькая девушка. И обычные неприталенные рубашки смотрятся на вас странновато. Если же вы девушка среднего размера или крупная. Или вообще в принципе вы хотите скрыть какие-то недостатки в виде животика или бочков. Тогда выбирайте неприталенную рубашку. Из чего же делают современные рубашки? Их делают абсолютно из всего. Это вискоза, шелк, полиэстер, хлопок, лен, джинса, даже кожа. Кстати, кожаные рубашки один из трендов этой весны. Чем более легкие и тонкие материалы рубашки вы выбираете, тем больше они подчеркнут изгибы вашего тела. Так, например, из тонкого-тонкого шелка рубашка подчеркнет очень сильные изгибы всего вашего тела, так как у нее будет очень сильная, ну она будет так облегать вас. Поэтому такая рубашка не подойдет девушкам, у которых есть недостатки в виде животика и боков. Для таких девушек я рекомендую выбирать рубашки из более плотного материала, например, из хлопка или льна или плотного шелка. Обязательно обращайте внимание на воротничок, вот эту часть, на его ширину и на его размер. Потому что рубашки с маленьким воротничком подойдут девушкам исключительно хрупким и маленьким. Девушкам крупным нужно обращать внимание и выбирать более широкий воротник, чтобы вся ваша фигура в комплексе с вашей рубашкой смотрелись гармонично и пропорционально. Девушкам с маленькими чертами лица, с маленьким ростом и некрупной фигурой, соответственно, наоборот, нужно выбирать рубашки с небольшим воротничком. И точно так же обратите внимание на манжеты. Девушкам крупным нужны крупные широкие манжеты, девушкам с небольшими чертами лица, некрупным, миниатюрным, нужны небольшие тонкие манжеты. Накладные карманы на рубашке бывают двух типов. Они бывают гладкие и бывают со складкой. Карманы всегда помогут увеличить визуально ваш бюст. Поэтому, если вы обладательница небольшого размера груди, то карманы на рубашке как раз визуально помогут увеличить ее. Если же, наоборот, вы девушка с пышной грудью, тогда выберите для себя рубашку без карманов, чтобы не привлекать к этой области излишнего внимания и чтобы все было у вас аккуратно. Я считаю, что белая однотонная рубашка должна быть в гардеробе каждой девушки. Хотя я знаю некоторых, которые взамен рубашки предпочитают футболки и кофты. Но, на мой взгляд, рубашка смотрится более элегантно, более нарядно и добавляет нотку современности в ваш гардероб. По цвету рубашки бывают совершенно разнообразные. Кроме белой бывают голубая, розовая, зеленая, хакия, молочного цвета, цвета шампань, джинсовая. В общем, любой цвет рубашки может быть в вашем гардеробе. Но самым универсальным, помимо белой, как вторую рубашку, я советую выбирать голубую. Я советую носить рубашку расстегнутой на две или три пуговицы отверху. Потому что, если вы застегнете рубашку на все пуговицы, это будет смотреться чересчур официально. И немножко напоминать студента или выпускницу хорошей школы. Также я советую закатывать рукава таким вот образом. И все это будет смотреться более расслабленно, элегантно и современно. Если вы хотите показать свою сексуальность на более высоком уровне, пожалуйста, рубашка, расстегнутая на несколько верхних пуговиц, будет вам в помощь. Также про закатанные рукава. Открытое запястье – это тоже очень сексуально и элегантно. Вы можете их показать. Опять же, надеть какие-то браслеты, чтобы привлечь внимание к этой части вашего тела. Как я уже говорила в предыдущем видео, белая рубашка отлично снизит градус торжественности любой праздничной вещи. Будь то юбка в пайетках, какие-то вау-брюки или что-нибудь еще. И надев белую рубашку с такой вещью, вы будете смотреться вполне буднично и современно. Именно поэтому я рекомендую рубашку в гардероб абсолютно всем. Делайте ставку на натуральные материалы. Они более просты в уходе. Их проще гладить. И они очень приятны к телу. Это хлопок, лен, шелк. Иногда бывают хорошие, приятные смесовые ткани. Но здесь уже нужно смотреть на состав. Все-таки лучше, когда преобладает натуральная ткань в виде хлопка. По брендам неважно, какого бренда рубашку вы выберете. Главное, чтобы она сидела на вас хорошо. И ее масштаб воротничка, манжет, пуговиц соответствовал масштабу вашего тела. И не забывайте, пожалуйста, что белая рубашка всегда должна быть белой. Поэтому обязательно стирайте ее после каждой носки. И не забывайте, что любая белая вещь, будь то футболка, рубашка или какая-то другая, имеет срок годности. Приблизительно после 30-50 стирок, в зависимости от плотности материала, она уже становится уставшей и требует замены. Потому что она начинает застирываться, и уже белый цвет становится не таким белым. И никакие отбеливатели ей не помогают. Обязательно обращайте на это внимание и вовремя меняйте свои белые рубашки. Расскажите, пожалуйста, мне в комментариях, есть ли у вас белая рубашка и с чем вы ее носите. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а с вами мы увидимся в следующих видео. Пока-пока!